привет петер пай что-то вы какие-то вообще сегодня грустные всегда даже ручки не помашите ладно окей меня зовут мясников данил как написано на моем бейджике я сегодня буду экспертом и помогать нашему докладчику я являюсь руководителем пайта на разработки в контуре вот сегодня у нас интереснейший доклад переезжаем на пай project и talks вот как и зачем переезжаем вам расскажет андрей шарапов ну здравствуй андрей здравствуй здравствуй давай немножко с тобой познакомимся давай вот тебя не слышно вроде меня слышно в зале отлично отлично андрей расскажи пожалуйста какой-нибудь интересный необычный факт о себе ну так как мы сегодня вроде пришли наносить какую-то пользу людям которые пришли сюда да то наверное если ты вдруг когда-нибудь задумался о том что что-то слишком поздно начинать то я хочу поделиться со всеми что я научился плавать в 30 лет в открытом море и наверное так можно охарактеризовать все какие-то мои движения в жизни отлично вот чему ты собственно научился и вообще чем занимаешься в компании контур но опять же можно просто сказать я разработчик все все на этом но нет я каждый день скорее всего просыпаюсь с такой мыслью что сегодня я сделаю что-то полезное для других разработчиков контура потому что в этом специфика нашей работы пожалуй самое основное разработчик это хорошо но мы сегодня на секции тестирования для расскажи пожалуйста немножко для кого все-таки твой доклад для разработчиков для тестировщиков может для кого-то еще ну вообще я всегда считал что разработчик должен как минимум разбираться во всех тех элементах которые его окружают то есть будь то тестирование ся и сиди и даже поддержка релизов это нужно знать разработчику так как мы говорим про тестирование конечно доклад должен быть интересен тестировщикам а вообще вся эта тема очень близка к девопс так как мы говорим про пайплайны и доставку так что мне кажется что всем этим трем категориям специалистов будет сегодня интересно у нас ну что ж похоже вам сегодня будет интересно не забываем про наш qr код где мы можем оставить обратную связь о докладе задать какие то вопросы ну я передаю слово андрею начинай ну что ж всем привет в этом зале еще раз также я приветствую наших онлайн зрителей и своих коллег из контура я знаю что вы смотрите сегодня эту трансляцию рад видеть вас здесь всех сегодня вообще честно говоря я привык выступать на рок-концертах но кажется что слэма здесь сегодня не будет или будет ближе концу доклада посмотрим да вот тем не менее мне кажется что мы с вами отлично проведем эти 40 минут и давайте еще раз знакомиться меня зовут андрей я инженер программист в компании контур и прежде чем мы продолжим давайте я расскажу пару слов о компании это будет полезно для понимания потому что наша сегодняшняя история она о тех процессах которые у нас происходили компания контур это экосистема для бизнеса то есть мы помогаем другим компаниям автоматизировать различные процессы и здесь вы можете увидеть небольшую информацию ну подробнее конечно всегда можете прочитать самостоятельно и давайте продолжать да на этом фото я потому что 15 лет войти совершенно никого не щадят тем не менее 10 лет в python позволили мне вполне неплохо сохраниться до контура я занимался продуктовой разработкой и также инфраструктурными проектами бэкэнд фронтенд мобильная разработка в общем много всего но давайте вернемся к докладу в этом докладе мы с вами поговорим о проблемах поддержки общих библиотек затем о путях решения этих проблем и конечно о тех результатах которые у нас были достигнуты поднимите пожалуйста руку кто хоть раз разрабатывал библиотеку на языке python отлично 2567 человек а кто хотя бы планирует в ближайшее время такой процесс вижу три руки отлично значит мы с вами сегодня не зря проведем это время и нам будет о чем поговорить вот и чтобы было понятно почему вообще произошла эта вся история давайте расскажу о том как вообще появился python в контуре дело в том что основной язык в контуре это си шарп или как говорим мы музыканты до диез тем не менее однажды в контуре появился python это был мл проект это было около пяти лет назад одновременно с этим существовало несколько проектов на ruby php перл и в какой-то момент пришло осознание что поддерживать такой зоопарк стеков довольно тяжело и было бы проще перейти на какой-то один язык тем более что к тому времени команда мл уже создала несколько общих библиотек которые можно было переиспользовать для новых проектов и python в целом набирал популярность поэтому наши проекты переехали на python дальше появились новые команды которые создавали новые проекты и так как python инфраструктура по сути своей росла возникло понимание что необходима какая-то команда которая будет поддерживать вот эту взаимосвязь си шарп инфраструктуры и той разработки которая происходит на языке python и такая команда у нас появилась она называется python speak это служба поддержки инфраструктуры контуров python чем мы собственно занимаемся во первых мы занимаемся поддержкой тех общих библиотек которые соединяют наши python проекты с инфраструктурой на языке си шарп во вторых мы в целом помогаем новым python разработчикам присоединиться к разработке и сейчас у нас находится в процессе еще несколько проектов о которых мы сегодня не будем говорить возможно расскажем в следующий раз вот и какая картина у нас для python в контуре на сегодня у нас преобладает использование python 3.10 чуть-чуть поменьше занимает python 3.11 3.8 и 3.9 идут вровень остался буквально один проект на 3.7 и появляются новые проекты на 3.12 которые уже получил релиз этой осенью кажется что данная статистика в принципе не расходится с какой-то общий трендовый ну давайте попробуем проверить а есть кто еще использует python 3.7 поднимите руки пожалуйста раз прямо как в контуре два три а ну чуть-чуть да понятно python 3.8 активнее поднимаем руки четыре человека вижу три девять пять три десять больше уже похоже на нашу статистику кажется 10 рук я насчитал 3.11 и еще больше и 3.12 кто-нибудь уже трогал писал проекты один один да статистика абсолютно сходится а заодно мы с вами размяли руки потому что мне кажется к вечеру они уже затекли все почти как на концерте да ну что ж а мы вернемся к нашим проектам и получается что есть проекты есть версии python которые в различных пропорциях у нас наблюдаются и есть команда speak которая вынуждена поддерживать все проекты и все версии python в общих библиотеках и для этого у нас есть окно поддержки окно поддержки в этом месяце нам удалось подвинуть до 3.8 3.12 то есть мы исключили поддержку 3.7 наконец-то и добавили поддержку 3.12 вообще мы стараемся следовать тому окну которое существует у официального python да то есть если у нас появляется 3.12 и деприкатится 3.7 то мы стараемся делать так же но необходимо еще понимание что у нас не будет при этом команд которые от нас зависят и которые не смогут дальше работать которые не успели обновиться поэтому с этим тоже приходится работать и давайте перейдем к основным нашим проблемам и первая проблема это зоопарк файлов конфигурации о том почему это плохо я вам попытаюсь объяснить когда мы непосредственно будем разбирать эту проблему и следующая проблема которая стала моей личной болью это то что ошибки вся сиди не повторяются локально и я помню как потратил около двух часов только для того чтобы разобраться как запустить тесты изучить пайплайн как он устроен что там вообще происходит чтобы на своем компьютере повторить ошибку два часа также этот пайплайн у нас насыщен баш скриптами и здесь тоже хочется сделать такую ремарку на самом деле я не хейтер и я вообще-то люблю баш вот замечательная штука знаете по выходным сядешь и начинаешь писать какие-нибудь проекты вот поэтому если вы заглянете ко мне на гитхаб то вы там увидите замечательную забавный проект на смеси баш и аук я имею ввиду а в кей это текстовый процессор да для тех кого не впечатлил мое идеальное произношение на английском вот поэтому заглядывайте и можно посмотреть что там на баш такого можно делать вот а мы перейдем к последней проблеме код у нас был написан разными людьми в разное время помните да все начиналось библиотек который делала мл команда и давайте разбирать наши проблемы и первое это зоопарк файлов конфигурации кажется я уже третий раз за этот доклад произношу слово зоопарк и примерно за день до вылета в питер я полночи просидел с красными глазами в интернете чтобы выяснить когда слово зоопарк вообще появилась в обиходе у программистов и знаете что ничего я ничего не нашел я спрашивал у чат gpt я кажется меня уже забанили в гугле но тем не менее я не знаю не могу ответить на этот вопрос и если кто-то из вас вдруг знает напишите пожалуйста в комментарии к докладу я буду просто счастлив узнать когда это появилось когда мы вот это безобразие стали называть зоопарком давайте посмотрим на скриншот нового по сути проекта библиотеки что здесь не так у нас здесь есть семь файлов но мы еще не начали писать код здесь нет ни одного файла с исходниками а уже семь файлов давайте посмотрим на это в виде схемы у нас есть библиотека и у нас есть какой-то набор файлов конфигурации можно заметить что два из них не совсем относятся к python тогда давайте выделим остальные здесь у нас какие-то файлы конфигурации линтеров сборки пакета что мы с ними можем сделать мы же не можем их просто взять и выкинуть правильно на сегодняшний день есть замечательное решение это файл по project тому который может объединить всю эту конфигурацию в одном файле в одном формате за который гораздо удобнее следить как он вообще появился появился он в 2016 году и тогда там хранилась только инструкция для систем сборки пакетов я не буду сейчас вам рассказывать подробно о каждом пепе я думаю что вы можете либо по ссылкам презентации перейти ну в конце концов вы знаете где почитать правильно поэтому давайте просто перечислим это у нас пеп 518 517 621 и 660 замечательно но поддержка пай project не сразу появилась во всех инструментах которые мы используем и первым мило стал поддерживать пип тогда это была тоже только настройка конфигурации сборки пакетов выглядело это вот так но затем появилась возможность настроить мета данные пакета и теперь это уже похоже на то что можно использовать при создании пакетов в python далее подтянулся пайтест только в двадцатом году да то есть совсем недавно его конфигурация в пай project выглядит вот так майпай подтянулся только в двадцать первом году совсем свежая история настроить его можно вот таким образом и с fake eight все немножко сложнее я буквально вчера заходил на гитхаб к ребятам и они все еще закрывают все ишу которые посвящены пай project ну типа добавьте поддержку пай project как спам вот на тему прекрасен open-source что уже появился проект fake eight pipe project в 2022 году и он позволяет всю ту же конфигурацию проделать ну то есть пришлось затащить еще один пакет чтобы это работало наконец и выглядит это так что мы в итоге получили мы получили чистоту в конфигурации проекта давайте посмотрим что у нас было и что у нас стало кому нибудь нравится левый столбик нравится а ты не фронтендер случайно ко мне недавно друг заходил показывал проект у них там примерно все то же самое несмотря на то что есть package json ну что ж а мы перейдем к следующему вопросу ошибки с я сиди не повторяются локально и на самом деле самый больной для меня вопрос решился очень просто мы подключили токс токс это инструмент для автоматизации тестирования python приложений в различных окружениях но учтите что токс не является самым инструментом для тестирования он только запускает в те инструменты которые вы сами укажете в конфигурации и токс получил поддержку пай project в двадцать втором году только в четвертой версии то есть более старой не пытайтесь и конечно же мы сразу решили добавить его в наш пай project и выглядело это вот так вам не показалось это и не в строке файле тому дело в том что изначально токс поддерживал только и не формат для файлов конфигурации это были setup cfg и соответственно токс и не и на самом деле я не планировал вставлять в этот доклад никаких мемов но когда юля наш дефрел посмотрела презу и спросила скажи пожалуйста вот более кратко что происходит на следующем слайде я понял что надо прислать его просто вот это никаких томов только и не вот вам понравилась такая идея пихать и не в строку в файл тому кому-нибудь нравится супер мне кажется дан тебе сегодня все нравится вот но тем не менее мы решили что токс у нас не готов конфигурации в пай project и поэтому мы решили добавить его как отдельный файл конфигурации смирились с тем что у нас все таки появится четвертый файл но не 7 не 8 да а самое главное что токс использовать очень просто смотрите устанавливаем запускаем все тесты параллельно запускаем все тесты последовательно запускаем только my pie или только pie тест для 3.9 3.11 восхитительно сложный пайплайн с баш скриптами давайте разберемся почему это вообще плохо дело в том что у нас поддержкой пайплайна занимаются команда speak это python разработчики да и представляете мы не требуем у python разработчиков компетенции в баш потому что баш это не python все ли там так страшно на самом деле нет если ты знаешь баш что мы тут делаем устанавливаем виртуальное окружение да создаем виртуальное окружение активируем виртуальное окружение добавляем файл setup cfg если разработчик его вдруг забыл добавить затем мы устанавливаем зависимости запускаем тесты деактивируем виртуальное окружение удаляем виртуальное окружение запомнили и это только маленькая часть всех баш скриптов которые которые существовали в пайплайне. То есть поддерживать это просто замечательно. И давайте расскажу, а что сам пайплайн из себя представлял. У нас было несколько джоб. Одно на каждую версию Python, на каждый линтер, на каждый чих, грубо говоря. То, что отмечено точками, это часть пайплайна, которая не относится к нашему сегодняшнему докладу, поэтому ее мы опустим. Давайте попробуем повторить фокус с предыдущей диаграммой. Кажется, у нас хорошо получился, да? Выделим все, что относится к Python. Досчитаем до трех. И поместим это все в GitLab Parallel Matrix. Сегодня уже упоминали GitLab, и, кажется, примерно половина аудитории им пользуется. А для тех, кто GitLab не использовал, в GitHub есть такая же штука. Что она делает? Она позволяет запустить какую-то таску в виде матрицы, различных переменных окружения. То есть мы создаем матрицу, и все комбинации, которые мы в эту матрицу добавили, они создадут соответствующее количество тасок. И вы, наверное, даже не заметили, что здесь появился еще один тест, потому что тесты стали добавляться вот так вот легко и непринужденно. Здесь появился тест на сам файл PyProject. Мы его добавили, потому что это заняло 30 секунд, 40. Не помню. И давайте посмотрим, как это выглядит в GitLab. Мы объединили наше решение с Parallel Matrix, с TOX. И просто посмотрите, как волшебным образом наша матрица GitLab превращается в окружение TOX. Все. Это весь pipeline для тестов. Здесь запускаются тесты на 5 версий Python. Здесь запускается тест PyProject, Flake8, MyPy, и что вы там еще захотите добавить. Возможно, вы еще заметили PyMeasure. Это не потому, что у нас какая-то ностальгия по второй версии Python. Это потому, что мы верим в светлое будущее четвертой. И давайте быстренько пройдемся по конфигурации TOX, что она из себя представляет. Здесь будет весь файл в конфигурации. Запоминать, записывать срочно не нужно. Это все есть в презентации. Поэтому просто посмотрим. Здесь у нас настраивается окружение общее. Здесь у нас настройки для PyTest. PyProject, MyPy, Flake8. Еще немного Flake8. Все. Код написан разными людьми в разное время. О чем это здесь? Это о том самом присловутом код-стайл. И здесь не будет каких-то великих откровений, каких-то сложных технических решений. Дело в том, что эта задача, как правило, лучше всего решается административным путем. Что было сделано еще до того, как я пришел в контур в августе прошлого года, так это были, значит, рекомендации по разработке библиотек. Что туда входит? Туда входит понимание о том, какая должна быть структура у библиотеки. Какие файлы должны в нее входить. Там есть разбор файлов конфигурации. Там есть рекомендации по clean code. Например, у нас не принято писать комментарии. Если хочется написать комментарии, лучше напиши метод так, чтобы было понятно, что он делает. Если очень нужно, и если мы пишем, допустим, docstring, а docstring — это не комментарии, и они приветствуются. Или если мы пишем readme, который мы обязательно пишем, change log, который мы тоже обязательно пишем, они все пишутся на русском языке. Почему? Во-первых, нашими библиотеками могут пользоваться не только разработчики. Это могут быть специалисты из других областей. Например, аналитики могут пользоваться Python-библиотеками вполне себе. И у кого в компании есть требования к аналитикам, идеальное знание английского языка? Есть такие? Кажется, нет. И в целом разработчик вообще обязан ли читать документацию на английском языке? Правильно, без этого скилла кажется сложно. Должен ли разработчик идеально писать на английском? Кто считает, что разработчик должен идеально писать на английском? Раз, два. Вот. И мы здесь тоже примкнули к большинству. Кажется, что читать документацию нужно уметь, но писать на английском ты можешь не идеально. И потом это кто-то будет читать, и это может быть менее понятно, чем если бы это было написано на родном языке. Так как я уже говорил про структуру библиотеки, конечно же, мы добавили шаблон библиотеки. То есть это какой-то базовый проект, в котором есть уже понятный набор файлов конфигурации, как они должны выглядеть. То есть предварительно заполненный. Там есть файл readme, в котором описано, как его нужно писать. И такой небольшой спойлер на будущее. Мы это еще и будем использовать для автоматизации. То есть мы будем эти файлы парсить. Но решение не только административное есть, да, есть, допустим, black. Black — это штука, которая помогает достичь очень жесткого и четкого форматирования кода. Она очень плохо настраивается. Это и плюс, и минус одновременно. То есть если вы используете black, то у вас проекты все будут максимально приближены друг к другу по код-стайлу. Конечно же, у нас есть код-ревью. Так как мы не только сами разрабатываем библиотеки, то есть любая команда, которая у нас разрабатывает на языке Python, может вынести общий код, который могут переиспользовать другие команды, и принести его в виде библиотеки к нам на поддержку. Такой код пройдет ревью по тем стандартам, которые мы разработали, и попадет в общие библиотеки. И он уже будет выглядеть точно так же, как любая другая библиотека после ревью. Ну и давайте немного о структуре, потому что на слух это сложно будет воспринимать. Вот так у нас выглядит типичная библиотека. Здесь мы видим те файлы конфигурации, о которых мы уже говорили. И здесь у нас есть каталог Contour. Это namespace. Он может не присутствовать, если у нас библиотека не относится непосредственно к инфраструктуре Contour. И у нас есть тесты, конечно же, да, мы сегодня о тестах говорили вообще-то. Внутри это выглядит вот так, то есть есть namespace. Внутри namespace может быть библиотека или еще один namespace, если это нужно. Например, у нас есть проекты, которые объединяют инфраструктуру Contour и какой-то код на Django, и они будут иметь структуру LibName, Contour Django LibName, соответственно. У нас есть FileVersion.py и PyType. О них мы немножко попозже поговорим. Тесты полностью повторяют структуру библиотеки. Для чего? Чтобы можно было легко ориентироваться в тестах и найти тест, который относится к конкретной части библиотеки. Про FileVersion.py. Мы не храним версию конкретной библиотеки где-то непосредственно в коде. Во время запуска pipeline она берется из коммита и присутствует в файле Version.py. Этот файл подключается таким образом. Это стандартный инструмент Setup Tools, который мы используем для сборки пакетов, и он позволяет использовать динамические версии. То есть вместо указания конкретной версии в PyProject и постоянного коммита туда указывается DynamicVersion раздел. И дальше необходимо указать, в каком модуле будет находиться версия и в каком атрибуте. Настроить это можно вот таким вот образом. Ну и PyTyped — это просто маркер типизации. Кроме того, чтобы поместить его в каталог с библиотекой, необходимо его обязательно указать в файле PyProject, так как иначе он не попадет в итоги в пакет и не будет исполнять свою непосредственную роль маркера типизации. Ну и Black. Как я уже говорил, он довольно тяжело конфигурируется. Что мы решили изменить? Во-первых, у нас есть понятный TargetVersion, да? Мы поддерживаем несколько версий Python, и у нас форматирование кода должно соответствовать минимальной поддерживаемой. На тот момент это был Python 3.7. И немножко про LineLens. Дело в том, что нам показалось на 2023 год вот эти 88 символов над перебор. В эпоху широкоэкранных мониторов ограничивать себя 88 символами это как-то слишком жестко, поэтому мы остановились на цифре 119. Она тоже не с потолка. Во-первых, это было стандартом в версии Django 3 и 2, кажется. Потом они тоже перешли на 88 символов, но мы их не поддержали. И 119 символов, кажется, это ширина окна кода на GitHub. В общем-то, это вся конфигурация Black. В остальном мы следуем тому, что он рекомендует. То есть строки у нас пишутся в двойных кавычках. Вот, стараемся с ним не спорить. И в целом он никак не мешает разработке, зато все проекты выглядят одинаково, так, как будто бы их один человек написал. Ну и давайте попробуем подвести итоги, что у нас вышло. Во-первых, у нас сократилось время на запуск локальных тестов. Кто-нибудь помнит, сколько времени у меня ушло на первый запуск локальных тестов? Два часа, да, я слышу, все верно. Два часа на поиск способа запустить тесты и минуту, наверное, на прогон самих тестов. Теперь достаточно запустить TOX, и он запустит все необходимые вам тесты за то время, которое они, собственно, выполняются одной командой. У нас исчезли проблемы, связанные с повторяемостью. Почему это произошло? Потому что благодаря использованию TOX и в локальном окружении, и вся ICD, мы достигли того, что в 12-факторных приложениях, о которых тоже, кажется, в первом докладе сегодня говорили, называется DevProperity. Это про единство окружений, разработки, тестирования и продакшена. Это важно, чтобы среда, в которой выполняется код у разработчика, максимально соответствовала тому, что происходит в тестах и на проде, чтобы не думать два часа, что идет не так, почему вся ICD код падает, а у меня нет. Стало гораздо проще поддерживать pipeline. Мы избавились от баш-скриптов. На самом деле не совсем. Там есть небольшая логика на баш, но она ровно там, где она нужна. И ее стало сильно меньше. Улучшилось покрытие кода тестами. Один момент, который я забыл вам рассказать в прошлом разделе. В разделе рекомендаций мы добавили требование к код coverage не менее 95%. Я уже прямо чувствую волнение силы. Типа код coverage не гарантирует, что у нас нет ошибок в коде. Все верно. У нас была такая ситуация, когда 100% код coverage был у библиотеки. Мы ее выпустили в релиз, и что правильно нас сломало? Сломало библиотеку, которая от нее зависела. Потому что код coverage гарантирует покрытие кода, но он не гарантирует покрытие кейсов. О том, как мы с этим боремся, возможно, я еще пару слов скажу. Ошибки, которые у нас стали пропускаться через pipeline, стали единичными. И об одном из случаев я вам только что рассказал. То есть в остальном все ошибки стали понятными и стали перехватываться нашим тестовым pipeline. И в конце концов улучшилась читаемость и поддерживаемость кода библиотек. Мы добились того, что у нас библиотеки выглядят одинаково, имеют одинаковую структуру, понятно, как их разрабатывать. Кажется, что на этом у нас все. Но по современным тенденциям у нас есть сцена после титров. Что дальше? Все ли на этом? Конечно же нет. Та проблема, о которой я говорил, что код coverage у нас не покрывает все кейсы, мы будем покрывать интеграционным тестированием. Наши библиотеки будут запускаться совместно с их зависимостями, и таким образом будет проверяться, что очередной новый релиз на самом деле не сломает то, что от него зависит. Мы разрабатываем систему мониторинга библиотек. Систему, которая позволит вовремя нашей команде получать алерты о том, что что-то сломалось, упал какой-то pipeline, сломалась какая-то интеграция, и вообще какая-то библиотека у нас не работает. И, наконец, мы создадим витрину библиотек, где каждый желающий сможет посмотреть, а что у нас вообще сейчас есть, какие библиотеки работают, какое у них состояние, все ли они покрывают. Если это какая-то библиотека-клиент API, то все ли методы она реализует. И об этом, возможно, я вам расскажу в следующем году. Спасибо за внимание. Так, отлично. Я бы единственное, что добавил, что 88 символов — это, конечно, не перебор, а не добор глобальный. Вот. Ну что, посмотрим, какие вопросы есть у нас в чатике. Никаких нету. Вы QR-код не видели? Ладно, все хотят лично задать, давайте. Спасибо за доклад. Мне немножко было непонятно из доклада, что, собственно, делает TOX. Вот те два часа, которые были потрачены на поднять окружение, в них входила настройка вот этого всего. В общем, что делает TOX? И слайд показал, что он просто запускает с какими-то флагами там MyPy. TOX запускает все тесты, которые у нас есть в Пайплайне. Если еще раз посмотреть в презентации на его конфигурацию, то там видно, что для каждой категории тестов есть отдельная секция с настройкой. Там запускаются тесты для Python всех версий. То есть это с 3.7 по 3.11 на тот момент и с 3.8 по 3.12 на сегодняшний день. Там запускается MyPy, запускается Flake8 и запускается тест для PyProject. И если мы захотим добавить еще какие-то тесты, то мы добавим их в файл конфигурации TOX. То есть сейчас он запускает это все локально у разработчика одной команды. И если мы хотим запустить все это параллельно и разом, то используем TOX с флагом P. Если последовательно, то просто вызываем команду TOX. И Пайплайн делает то же самое. Единственная разница в том, что в Пайплайне TOX запускается в отдельной джобе для каждого окружения. То есть действительно была проблема, чтобы понять, какие команды надо было выполнить? Типа с какими флагами? Да. То есть не в окружении было дело, что его воспроизвести? На самом деле и в командах, и в самом окружении. Потому что в одном из обрывков bash скрипта было видно, что там еще на ходу, например, файлы конфигурации какие-то генерируются. То есть была такая ситуация, что разработчик не добавил, например, MyPy.ini, кажется, он назывался, в проект, и он генерируется автоматически в Пайплайне. В итоге в Пайплайне есть какой-то файл конфигурации MyPy.ini. Локально его нет. Ты локально запускаешь MyPy, и у тебя он ведет себя совершенно по-другому, не так, как в Пайплайне. Идешь в Пайплайн, ищешь, а где он там вообще появился, и почему он другой. Ага, и TOX решает эту проблему, он что-то генерирует. TOX содержит в себе часть конфигурации. Вторая часть конфигурации непосредственно линтеров находится в файле PyProject. И у разработчика эти файлы всегда есть локально, потому что они закомичены в Repost сейчас, и они ни в коем случае не создаются в Пайплайне. И таким образом у нас, если локально запустить TOX, произойдет все то же самое, что произойдет, если он будет запущен в Пайплайне. Спасибо. Спасибо за доклад. Меня зовут Таня, Листа Геймс. У меня такой вопрос по поводу параллель-матрикс. Поскольку, ну, насколько мне известно, TOX.ini позволяет, грубо говоря, через двоеточие для каждой джоба перечислить, на каких питонах надо ее выполнить. Вам просто удобно видеть пять галочек вместо одной, грубо говоря, или есть какие-то реальные преимущества? Вопрос про Пайплайн именно, да? Да. Почему мы запускаем TOX отдельно для каждого окружения? Чтобы тесты запускались параллельно. То есть, если запустить TOX и дать ему задачу запустить все тесты, он это действительно сделает, но он будет делать это в рамках одного Пайплайна. Вот. А за счет того, что мы запускаем его в разных джобах, мы эту задачу распараллеливаем на реально разные воркеры. Это работает быстрее. Хорошо, спасибо. Так, у нас есть еще вопросики в зале. Может, к нам онлайн подключиться и что-то спросит в чате. Ну, что-то нет, да? Короче, у меня тут есть секретный чатик для вопросов. Вот. Он прямо секретный-секретный. Некий Даня М спрашивает. Я правильно понимаю, что TOX и не выдержите отдельным файлом только потому, что по какой-то причине не хотите писать и не в томал? Ну, во-первых, да, нам очень не понравилось, как это выглядит. Во-вторых, как я уже говорил, мы также планируем автоматизации, связанные с содержимым этих файлов, в том числе тестирование. И просто представь, что будет, если мы попытаемся вот этот тому, у которого внутри строка, у которой внутри и не файл, как-то провалидировать. Как это тестировать? Как тому, как и не? Нужно писать какой-то костыль сбоку, чтобы он залез в строку и проверил, что там внутри и не файл. Вот. Кажется, что так не стоит поступать. Проще протестировать отдельный и не файл на валидность. Отлично. Может, у зали появились вопросики? Нет. Хорошо, возвращаемся к нашему тайному пользователю, Дане М. У него есть еще один вопросик. Вот в докладе много было сказано о построении в целом пайплайна CICD. Отсюда возникает закономерный вопрос, почему тебя это вообще как разработчика волнует? Почему не отдать это просто девопсам и не получить результат? Ну, во-первых, я уже немножко упоминал о том, что, на мой взгляд, разработчик должен понимать те процессы, которые касаются проекта. То есть не только написать какую-то бизнес-логику, но и понимать, как это потом будет все тестироваться, деплоиться, чтобы он не пришел к тестировщику или к девопсу. Типа, я тут написал код, у меня не работает, разберись, пожалуйста. Это, во-первых. Во-вторых, вообще первый пайплайн, который вот баш-скрипты содержал, который было тяжело поддерживать, написали девопсы. Они классные. Да, ничего против не имею. Девопсы, вы абсолютно классные ребята. Но мы не специалисты по баш, мы Python-разработчики. Отлично. Еще вопросики? Ну, видимо, нет. Если вдруг у вас возникнут вопросы, вот не забывайте про QR-код. Мы сейчас переместимся в дискуссионную зону, и вы там можете нас догнать. Может, у вас секретный вопрос, который вы под запись не хотите. Вот, успевайте, приходите. У меня есть еще вопросы от некого Дани М. Я их еще и снова поспрашиваю. Спасибо большое. Буду рад пообщаться с вами. Спасибо. Всем пока.